Привет, меня зовут Борис. Я работаю здесь в мейле над нашим новым проектом InfraMail.ru. Это публичное облако на базе OpenStack. Соответственно, сегодня я буду много упоминать OpenStack, хотя основная тема сегодня это обновление приложений на Python. Давайте мы определим задачу, которую мы будем решать. У нас есть REST приложение на Python. Это какой-нибудь микросервис или не очень микро. У него есть какой-то бэкэнд база данных. Мы его очень долго разрабатывали. Команды из 10-15 человек, скажем, полгода. И теперь мы его релизнули и нам надо его обновить с версии X на версию X плюс 1. Как это обычно бывает, мы очень сильно поменяли базу данных, написали различные файлы миграции и так далее. Эта задача очень хорошо решена. У нас есть инструменты для этого, у нас есть подмодуль для Django, у нас есть SQL Alchemy Migrate, у нас есть Alembic. Программист пишет миграцию, отправляет ее куда-нибудь в Git, пишется еще больше миграции. После этого деплоер скачивает весь код, останавливает сервис, обновляет код, обновляет схему базы данных, запускает сервис. У нас все замечательно, у нас новая версия приложения. Давайте мы эту задачу усложним. А, что я забыл еще, что обычно эти все шаги не очень видны, в большинском случае, если мы ставим что-то из пакетов, потому что это все прячется в различные скрипты в пакетах, в Antible, в Puppet, в Docker и так далее. Так вот, давайте мы усложним задачу и добавим сюда требование, что наше приложение должно быть high-available, то есть высокодоступным. Как это обычно реализовывается? Мы берем какой-нибудь KPLFD и Haproxy. KPLFD нам назначает виртуальный IP-шник. Мы ставим Haproxy на оба сервера. Haproxy нам, например, в режиме round-robin раскидывает запросы на наше приложение. Все замечательно работает. Если один из серверов падает, то у нас все продолжает работать. У приложения общая база данных, она обычно как-то кластеризована, то есть это может быть Galera, Perkona или что-то подобное. Мы немножечко модифицируем то, как мы обновляем приложение. Мы гасим все инстанции нашего приложения, обновляем приложение на одной из нот, обновляем код, обновляем схему базы данных, все запускаем. Не очень стало сложнее, поэтому мы сделаем все еще интереснее и потребуем, что наше приложение должно обновляться без даунтайма. Зачем вообще это может быть нужно? Я расскажу, зачем это нужно на примере OpenStack Keystone. Keystone – это сервис аутентификации и авторизации в OpenStack. Это центральный компонент в OpenStack, без которого не обходится ни один запрос. Нам надо поднять виртуалку, мы идем сначала в Keystone, получаем токен. Надо подключить к виртуалке диск, мы идем сначала в Keystone, получаем токен. Если у нас не будет работать какой-то другой компонент в OpenStack, например, хит, то мы по-прежнему сможем поднимать виртуалки, присоединять к ней диски и так далее. Без Keystone этого всего не будет. Keystone – это один из первых компонентов в OpenStack. Он используется в 98% инсталляции, то есть мы не можем его заменить на что-то другое. Это просто ключевой проект в OpenStack. Первое, что мы попробуем сделать, или вообще, что люди пробовали сделать, это просто отключить, исключить шаг выключения нашего приложения из нашей процедуры. Мы со всеми включенными инстансами приложения обновляем код, обновляем базу данных и так делаем на всех серверах. Оказалось, внезапно, что это не работает. У нас все сломается обычно после того, как мы обновим базу данных, но не обновим еще код на остальных серверах. И люди даже так пытались сделать и наткнулись на вот такой замечательный баг, который, собственно, и дал нам стимул решить эту задачу. Почему вообще такая возникает проблема? Потому что в какой-то момент времени у нас приложение на одном сервере имеет версию X, на другом сервере версию X плюс 1. Схема базы данных находится в версии X плюс 1, а данные, которые в ней лежат, могут быть где-то посредине. Может быть, часть данных перенеслось из одной таблицы в другую, переформатировалось в другой формат и так далее. Как мы обычно решаем какие-то задачи? Когда мы обычно решаем какие-то задачи, мы можем их решить на нескольких уровнях. Первое, что приходит в голову, это решить эту проблему на уровне нашего приложения. Мы пишем какой-то слой совместимости со старыми версиями. Как это… Здесь есть несколько разных вариантов, как мы можем это сделать. Первый – это мы можем попробовать писать только добавление колонок и таблиц. Мы говорим, что мы будем только добавлять колонки, мы никогда их не будем ни переименовывать, ни удалять, не будем менять foreign key, не будем таблицы вообще никак удалять. Если у нас поменялся формат, например, имени пользователя, мы создаем колонку username подчеркивание 2 и кладем туда новый наш формат. Еще варианты – это можно написать различные функции для того, чтобы мы конвертировали данные из старого формата в новый и наоборот. И если у нас совсем все плохо, мы можем написать версионирование моделей. То есть мы говорим, что у нас есть какие-то данные, они привязаны к такой-то версии моделей, и мы должны мочь перереконвертировать данные из версии, скажем, 1.1 в версию 1.7. Все то, о чем я сейчас рассказываю, уже реализовано в OpenStake было в сервисе, точнее в библиотеке, которая называется Oslo Version Objects. Очень интересная библиотека, можете про нее погуглить. Погуглить. Она RPC-френдли, она отлично передается по проводу, дистерилизация, сериализация. Но, несмотря на то, что она вся такая замечательная, есть несколько проблем. Написать такую систему оказалось очень сложно. Несмотря на то, что эта библиотека была вроде бы как бы написана, оказалось, что в ней очень много компромиссов. И, например, проект, который пытался перейти на нее, это OpenStake Neutron. У них потребовалось 170 коммитов для того, чтобы целиком переехать на эту систему. То есть у них до сих пор не все коммиты замерженные, они пытаются это сделать с августа 2016 года. То есть там команда из нескольких людей пытаются целый год перевести это все на эту библиотеку. Это сложно, это плохо. Вряд ли какая-то компания готова выделить человека, который будет целый год работать над этим. И это было одной из основных проблем. Почему мы решили от этого отказаться. Второй это, что она не покрывает все случаи. Грубо говоря, если мы добавляем какой-нибудь for and key в таблицу и начинаем надеяться на то, что этот for and key там будет, то есть мы надеемся на то, что там for and key constraint, что мы не сможем удалить, как вот в этом примере, что-то из таблички domain, если что-то на нее ссылается, то у нас, если мы попытаемся такое сделать, то у нас это не получится. Нам придется строить какие-то длинные переходные периоды и так далее. Мы не готовы ждать так долго. У такого подхода, конечно же, есть плюсы. Если у нас очень простое приложение, у нас его разрабатывает один человек, он может поговорить с админом, который сидит рядом с ним, и объяснить ему, что вообще происходит. Это замечательный способ. Я знаю, что многие люди так делают. Другой вариант, когда мы не можем такое сделать, когда мы должны такое сделать, вынуждены такое делать, это когда у нас бэкэнд, когда у нас может быть какой-то другой странный бэкэнд. Например, файлы или какой-нибудь k-value storage. Tarantul, Redis и так далее. Мы там не сможем воспользоваться теми возможностями, о которым я расскажу дальше. В Keystone мы решили пойти другим путем и попробовать написать совместимость на уровне базы данных. Как я уже говорил, в Keystone у нас используется в качестве базы данных MySQL через SQL Alchemy. Есть люди, которые используют пасгрей SQL, для тестов некоторые люди используют SQLite, потому что SQL Alchemy это ORM. Но вообще 95% всех боевых инстансов на мускуле. Поэтому мы решили использовать триггеры. Тут, как я заметил, модно спрашивать у аудитории, кто из вас когда-нибудь слышал что-то про триггеры в базах данных, а использовал их в своих проектах, а готов выйти и прямо сейчас написать триггер. Ну вот лес рук. Триггеры выглядят как-то так, если их никто не видел. Это скриншот из моего Vima. На самом деле, если открыть файлик с нашими триггерами, они будут выглядеть вот так. Так, это ужас, кошмар. Я про это, конечно же, скажу чуть дальше. Если их подсветить, они выглядят уже менее ужасно. Вот пример триггера, который я прям скопипастил из нашего кода. Он для каждого апдейта таблицы local user что-то делает в другой таблице. Там устанавливает ID домена. Что вообще такое триггеры? Триггеры — это хранимые процедуры, которые запускаются при каком-то событии. При create, update, delete и так далее. Они, с помощью них мы обеспечиваем совместимость между старым форматом данных и новым. То есть, как я вот здесь показывал, у нас записывается что-то в старом формате в табличку local user. Мы совершенно невидимо для нашего приложения, а именно для Keystone пишем это в другую таблицу. Они транзакционные. То есть, если у нас наша запись почему-то упадет, триггер тоже не сработает. И наоборот, если упадет триггер, то не будет записи в базу данных. Тут очевидны минусы триггеров. Их не знают питанисты. Я сам не знал про триггеры до того, как наша команда начала их писать. Как мы видели из леса рук, тут тоже люди не очень хорошо с ними знакомы. По триггеру нет ORM. Django не умеет в триггеры, SQL Alchemie не умеет в триггеры, их приходится писать руками. Там получается DGL-специфичный код. Там на скриншоте было видно, что нам пришлось написать отдельные триггеры для SQLite, для PASGRES и для мускуля. И их очень тяжело отлаживать. У меня ноль опыта отладки триггеров. Я знаю, что у других питанистов, которые тоже участвовали в обсуждении этого, не было никакого опыта. Как их отлаживать, пока не очень понятно. Однако у них есть и плюсы. Они более-менее стандартизированы. У них, конечно, отличается синтаксис, но в принципе, если вы прочтете триггер для мускуля, вы сможете прочитать триггеры для PASGRES и, может быть, даже написать. Про них даже есть статейка в Википедии. Они поддерживаются нужными нам СУБД. Мускулем, PASGRES и даже SQLite. Это очень круто, что они поддерживаются SQLite, что вот этим вот маленьким файлоком, вот этот маленький файлик, который лежит на диске, умеет в триггеры. И, как оказалось, когда мы стали исследовать, как же нам вообще все реализовать, что это де-факто стандарт для живых обновлений. Мы пришли к операторам, спросили у них, что мы можем сделать. Они нам подсказали, что мы можем использовать триггеры. Мы пошли к другим операторам. Они говорят, а триггеры, да, замечательно. Мы их уже использовали. Знаем, как их отлаживать. Смело пилите. Мы их и запилили. Как у нас вообще было раньше до триггеров? У нас используется SQLAlchemy. Мы используем SQLAlchemy.migrate. У нас был репозиторий с файликами миграции. Мы писали кистон-менедж и db-sync. Наша база синхронизировалась из этого. И все было замечательно. После этого мы этот репозиторий разбили на три. У нас появились репозитории для каждой из фаз обновлений. Они называются expand, data migration и contract. Сейчас мы их разберем. Вот тут пример репозитория expand. То есть мы в какой-то момент перестали писать в директорию migrate repo и начали, грубо говоря, с нуля. Завели отдельные таблицы. Это отдельный репозиторий, отдельная директория. Что здесь происходит? Здесь мы все создаем. Мы создаем новые колонки, новые таблицы. И, что самое главное, мы здесь создаем триггеры, которые обеспечивают нам совместимость со старыми версиями нашего сервиса. Остальные операции здесь запрещены. Что значит запрещены? Мы юнит-тестами ловим все операции типа инсертов, апдейтов, делитов. И если какой-нибудь разработчик попробует нам, например, жить код, в который будут эти операции, у него попадают юнит-тесты, попадают гейты. Его просто никто не пропустит. Отличная система. Даже если все те люди, которые участвовали в обсуждении вот этого всего, почему-то перестанут работать над проектом, другие люди смогут посмотреть и понять, а, понятно, почему так нельзя. Следующий репозиторий – это, собственно, миграция данных. Он очень похож на то, что у нас было до этого. Мы там данные из базы данных как-нибудь скачиваем, переформатируем, загружаем их туда-назад. Может быть, мы там как-то переименовываем наши колонки или копируем из старой колонки в новую данные. Все довольно просто. И последняя стадия – это контракт. В этой стадии мы удаляем… Это, опять-таки, отдельный репозиторий SQL Alchemy Migrate. В ней мы удаляем старые данные, удаляем старые колонки, удаляем старые таблицы и удаляем триггеры. То есть триггеры у нас живут только в процессе обновления, которое может длиться, ну, например, час. Другие операции здесь тоже запрещены. То есть мы не можем здесь создать таблицу или как-нибудь перекинуть данные из одной таблицы в другую. Это все, опять-таки, ловится юнит-тестами. То есть раньше, если мы писали один файлик для миграции, для того, чтобы нашу таблицу перевести в другое состояние, мы теперь должны написать три файлика с миграциями. Очень часто они бывают пустыми, или мы пишем только два из них, а в третьем пишем там просто def-upgrade pass. То есть он ничего не делает. Еще надо заметить, что у них у всех одинаковые номера. Это оказалось очень удобно при дебаге. Если у нас что-то упало, там есть несколько проверок, что если какой-то из пайлов миграции не сработал, то мы не запускаем остальные. Как нам в итоге теперь это все вместе собрать? В итоге мы написали вот такую вот инструкцию. Мы сначала обновляем наш кейстоун на одном из серверов. Мы его там гасим. У нас все продолжает работать, потому что у нас высокая доступность и есть другие версии на других серверах. Обновляем код и запускаем фазу, которая называется expand. У нас есть команда кейстоун-менедж. Там создаются триггеры, таблицы, колонки и так далее. После этого мы мигрируем данные. После этого мы обновляем код на остальных серверах. В этот момент между третьим и четвертым, даже если нам придет запрос на старый наш сервис, то есть на версию X, триггеры позаботятся о том, чтобы переконвертировать данные из этого старого формата в новый. Мы обновляем код на остальных серверах. После того, как мы его обновили, все наши приложения используют версию X плюс 1, наша база данных в схеме X плюс 1 и все данные в ней имеют версию X плюс 1. Мы выполняем контракт. Мы удаляем старые данные, если они у нас остались. Мы удаляем ненужные, неиспользуемые колонки, неиспользуемые таблицы. Все замечательно. Какие итоги этого? Триггеры оказались не такими страшными, как мы предполагали. Там было гигантское обсуждение, потому что зачем использовать триггеры, хотя у нас уже принято это от Slediversion Objects. Все работает в принципе неплохо, пока проблем не было. Но для простых приложений в принципе допустимо использовать совместимость в коде. Здесь есть ссылки на то, чтобы про это почитать. Спецификация в кистоуне, как это все делается. И что интересно посмотреть на вот эти 170 патчей в нейтрон. Спасибо. Вопросы? Да, уже вижу. Спасибо за доклад. Вот вопрос, собственно, следующий. Скажите, пожалуйста, насколько было бы сложнее поставить рядом реплику этой базы данных? Простите, я не понял. Еще раз можно погромче? Насколько было бы сложно реализовать немного другое? Поставить реплику базы данных рядом, развернуть все наши приложения на эту реплику, проапдейтить базу данных, потом отключить одно приложение, проапдейтить, подключить уже к новой базе данных, ну и соответственно с остальными как-то поступить. А как быть с репликацией между… Как быть со случаем, когда у нас новая версия указывает на новую базу данных, старые версии приложения указывают на старую версию базы данных и пишут фактически в разные базы? Мы же… То есть проблема потом будет просто свести старую леплику с новой версией базы данных? Ну это ничего, такая проблема. Окей. А скажите, пожалуйста, вот ну лично мы у себя на проекте не используем триггеры из-за того, что это как-то, ну что-то под капотом там происходит. То есть как вы разрабатываете вот эти все миграции, вы сначала тестируете их, там покрываете тестами, да, там, ну потому что это довольно-таки, ну как, непонятно, что под капотом там база данных делает с этими данными в этом триггере. Это действительно может быть не очень понятно и сами триггеры непосредственно действительно не получается протестировать юнит тестами. Для этого у нас есть интеграционные и функциональные тесты. Все тоже на каждый коммит и так далее. Смотрим на результаты просто, что получается. Окей, ладно, спасибо большое. Еще вопросы? Добрый день, спасибо за доклад. А у вас есть автогенерация миграции и как происходит сам откат миграции, когда нужно? Автогенерации миграции у нас нет, мы их пишем руками. А второй вопрос какой, простите? Откат, как происходит, например, локально у себя на машине. То есть ты раскатываешь все в обратном порядке, то есть сначала удаляешь, ну точнее добавяешь колонки, опять триггеры и удаляешь колонки. Так же, да? Локально, когда мы разрабатываем, мы просто запускаем по очереди этот экспант, контракт, мигрейт. Локально можем сделать себя очень много, бомбразировать наш кейстон запросами и так далее. Но вообще у нас в OpenStake есть DevStack, который позволяет развернуть такой полноценный OpenStack сразу на нескольких нодах. Это делается очень просто. Один запуск скрипта, через два часа OpenStack готов. Там тестируем. И сколько по времени занимает, например, написать миграцию на добавление колонки какой-нибудь? Сколько по времени занимает написать миграцию? Да. Я, честно говоря, никогда не задумывался над этим вопросом. Я, когда писал миграцию, у меня ушло на это, ну, час. Но я не использовал триггеры. Я знаю, что если посмотреть в GitBlame по вот этой вот ссылочке, можно посмотреть на коммиты, которые делали люди. Там будет ссылка на ревью. Можно посмотреть, сколько занимало все ревью. Спасибо большое. Еще вопросы? Ага. Как быть высокой доступностью, когда мы захотим сделать alter table на какой-нибудь очень большой таблице, которая залочится и будет несколько часов изменяться? А почему ее лочится? Ну, если мы в alter table удалим какую-нибудь колонку, это будет себя перестраиваться и долго залочится таблица. Мы не сможем в нее писать как минимум в мускуле. Мы не лочим никакие таблицы и не лочим никакие колонки. У нас триггеры ничего не лочат. Они просто переконвертируют данные из одного формата в другой. Ну, триггер, да, но вот на третьей стадии, когда вы удаляете старые колонки, например, нужно будет перестроить таблицу. Alter table займет кучу времени. Мы не натыкались на такое пока. Маленькие таблицы? На таблицы, в которых мы удаляем колонки. У нас пока получалось так, что мы колонки только добавляем. Мы удаляли foreign key, но сами колонки пока еще нет. Интересная проблема. У нас будет добавление нового индекса тоже. Может новый индекс добавляем? Он будет долго пересчитываться? Тоже мы можем… Не знаю. Мы на такое пока не попадались. Нам не заводили таких багов. Спасибо. И давайте последние два вопроса. Еще вдогонка вопроса. Скажите, вы создаете две таблицы? Ну, то есть старая таблица и новая таблица в новом формате, правильно? Или как? Или нет? Нет, мы все делаем в существующей таблице, если мы можем это сделать. А вот, например, ну, кейс с тем, что нужно добавить новую колонку, как у вас происходит? То есть или вы не добавляли новые колонки? Мы добавляли новые колонки. У нас ничего не лочилось. Я не очень пока понимаю, в чем суть проблемы. Ну, ладно, окей. Я просто думал, что две таблицы вы создаете и как-то триггерами конвертируете, а потом одну удаляете. Нет? Мы не всегда создаем таблицы. Мы это делаем только если мы, ну, не знаю, создаем какую-нибудь новую сущность. Те же самые домены. Ладно, спасибо. Спасибо за доклад. Подскажите, пожалуйста, вы, я судя по ссылке смотрю на ньютоне, да, инфра у вас работает? Что еще раз просите? На версии OpenStack ньютон работает инфра, правильно? Ну, судя по ссылочке просто. Ну, мы заимплементили это в ньютоне. Сейчас уже пайк, ньютон уже как бы староват. Вот я поэтому хотел уточнить. Вы при обновлениях OpenStack до следующего релиза просто, вы стараетесь синхронизироваться с каждым последующим релизом OpenStack в том плане, что Keystone выпускает, ну, и как и любой другой проект, OpenStack выпускает свой перечень миграционных файлов. Вы же, в свою очередь, их разбиваете на три ветки. Я правильно понимаю, что вы, отталкиваясь от миграционных файлов, которые выпускают разработчики Keystone, в частности, разбиваете их на три ветки, переписывая? Или у вас есть там и свои разработки какие-то тоже заработки под себя? Это прям upstream Keystone. Мы в upstream Keystone, я участвую в upstream Keystone, мы это делаем прям там. То есть мы прям там создаем три репозитория, уже создали три репозитория. И мы в upstream уже обеспечиваем всем downstream такой процесс обновления. Благодарю. Спасибо. Всем спасибо за вопросы. Борис, спасибо за доклад. Спасибо.